Привет, друзья! Я сегодня по походному. Мы решили провести весь день на природе и выбрались в заповедник и уникальный французский регион, который называется Камарк. Погуляем сегодня здесь с вами вместе. Здесь пасутся особая порода лошадей, которые живут в Камарке. Они так и называются Камарковские лошади. Здесь у них загон сделан прямо в полях. Вот эта вот железочка нас отделяет от коняшек. Так, если они сейчас захотят рвануть, то я не знаю, что может быть, но они очень милые. Привет! Паша, смотри, она может хватануть тебя за футболку сейчас и сживать. Привет! Камарка известен во всем мире, прежде всего, добычей соли. Здесь добывают очень много соли. Причем она вся отличается по вкусовым качествам и свойствам, по размерам. Здесь прям много-много разных разновидностей. Еще здесь обитает особый вид лошадей. Они очень красивые. Живут, пасутся здесь на воле. Я бы не сказала, что тут вокруг луга. Скорее, что-то похоже на какие-то такие прерии, пустоши. Есть Камаркские быки. Здесь вот повсюду на обочинах можно положить железнодороженную соль. Выставающую, видите, на потрескавшейся земле. Ее здесь очень много. Ветер, кстати, сегодня не такой сильный, как в прошлые дни. Так что можно даже жить и что-то говорить. Но я думаю, что микрофон все равно более чувствителен и звук все равно будет отвратительный. Камарк примечательен еще и тем, что здесь находится место, где обитает фламидка. Тут, как раз, в воде трона. Это, как раз, сзади и ротон. В воде содержатся организмы, ручки и фото, в которых много каротиноида. От которого, собственно, фламидка получает свой розоватый и красноватый антидорожен. Говорят, что они здесь бывают ярко-красным цветом, цвета огня. И само название фламидка переводится как фламы, огонь. Не помню, с какого языка. Что-то похоже на испанский. На всей территории этого Камарковского заповедника очень много и других птиц, но только фламидка. Вот сюда приезжаю наблюдать за ними. Разные бертвощеры и любители. Все с Беноболем. Вот так вот. Так что, если у тебя есть оптика и спецриспособление. Вот в эту зону можно доезжать на автомобиле. Вот здесь на стоянках встречаются и дома на колесах. Всякие автомобили. Так по-немецки они музыкаются. Вот такая фонсиальная. С ручками. По этим косам разрешено ходить посетителям. Площадки, смотрите, велосипеды. Родители, видимо, приехали. Грязка и маленькая палатка для ребенка. Вчера у нас были марсианские хроники. Мы ходили по красной земле. А сегодня мы ходим по белой от соли земле. Тут была вода когда-то. А вот сейчас суш. И очень интересные растения, которые вот такими островками среди песка растут. Даня у нас указал суши глаза сторонним. Я обнаружил здесь в луже креветок. Ну или каких-то рыбок. Какие-то, может быть, какие-то рыбки или рачки. Будем разглядывать уже дома под микроскопом фотографии. Вообще можно одну забрать. Кто это такие? Вот это за пыльник. Прямо в луже. Жизнь. Заповинник. Я вот сейчас стою на косе. И здесь с двух сторон меня окружает вода. Вот с одной стороны она стоячая, такая вот прозрачная, зеленоватая. А вот с другой стороны, где как раз вдалеке пасутся фламинго, у нее очень интересный такой розоватого-буроватый оттенок. Вот он. Такой супчик. из всяких разных рачков для птичек. И вот там, вдалеке, они кричат. Их много, везде летают постоянно. К сожалению, пока близко никто не подлетел. А еще одно такое красивое небо. И все очень высокий простор и воздух вокруг. У меня четкое ощущение, что я нахожусь где-то на краю земли. Правда. Вот эти зависшие облака. Невозможная красота. Вот это особый шар. Мы приехали к соляным озерам. Такие ванны здесь. Посмотрите, это гора. Это не гора на самом деле. Это комарская соль, которую здесь собирают. И вот он управляет в магазинчиком. Очень соленый воздух. Прям дышишь. И такое ощущение, что ты где-то в море. Прям соленые берега. Если бы смотреть вокруг, все. Просто все в соли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова